ВЦИОМ назвал главные страхи россиян. Больше всего жители России беспокоят социальная несправедливость, снижение доходов и возможность лишиться бесплатной медпомощи. За грибы, ягоды и березовый сок теперь придется ответить. Разберем, что за блевотину очередной раз пропихнули мимо наших ушей. Ну и, конечно же, Владимир Вольфович, который, оказывается, является чемпионом мира, который равняется на Байдена. А вот в чем ты узнаешь позже. Мы на канале Свежак, с вами, как всегда, Чернокнижный и горячий обзор интересных событий России и мира. Пронеслась! Итак, начнем с самого интересного. Со страхов. Ну, как написано, по крайней мере, в статейке РБК, в тройку основных страхов вошли. Тревога о росте или возможном росте социальной несправедливости 68% всех опрошенных. По сравнению с январем их стало меньше на 4%. Чаще всего этот страх испытывали респонденты в возрасте 35-44 лет, 69%. 45-50 лет – 72% и старше 60 лет – 71%. Значит, рост социальной несправедливости. Я просто по-хлопу. Я даже бы и не догадался, что такие страхи существуют, если бы реально не наткнулся на этот опрос. Вы, нет, ты, кто смотрит мои выпуски, напиши свои реальные страхи в комментариях. Я вот боюсь, например, остаться без пенсии. Нет, по-хлопу, реально. Или там, ну не знаю, заразиться ковидом и не вылечиться. Ну что-то глобальное. Ну никак не страх перед социальной несправедливостью, блядь. Давайте избавляться уже от своих страхов, и мы переходим к следующему страху. Риск возможного снижения дохода – 63%. Доля таких респондентов сократилась на 5%. Этот страх преобладает среди россиян 45-79 лет – 71%. Ну такая себе, конечно, ебаня. Я сам побаиваюсь снижения дохода, хотя когда его и так нету. Ладно, если честно, то нужно развивать финансовую грамотность. Не бояться говорить про доход и называть деньги деньгами. Откладывать и пытаться всячески выбираться из кредитов и, блядь, этой трясины, в которой она засосала. У нас получится, я в этом уверен. Если нас с вами не пригодошел 2020-й, то, по-хлопу, вообще. И мы переходим к страху номер 3. Отказ или возможность отказа в бесплатной медицинской помощи – 58%. В январе такой страх испытывали на 3% россиян меньше. А где вы вообще находите эту бесплатную медицину? Напишите в комментариях адрес клиник, где такие есть. И я тоже туда буду гонять, лечиться. Еще, кстати, 58% опрошенных испытывают страх из-за возможного роста цены продукты. При этом в январе таких эспондентов было 70%. Здесь я согласен. Хлеб за 50 яйца за сотку – это какой-то блядь борщ. И не то, чтобы я живу со страхом о росте цен на продукты, но это не очень приятная штука. Я надеюсь, мы как-то с этим справимся. Наименьшую беспокойность россияне испытывают по поводу возможного обострения международных конфликтов – 20%. Потеря работы – 35% и роста преступности – 36%. Социологи отметили, что динамика тревожных настроений россиян является скорее положительной. От страхов переходим к грибам. Наши летописцы выкатили очередную не очень приятную хуя, от которой уже попахивает народным негодованием. Ешь пирог с грибами – держи язык за зубами. Значит, россиянам ужесточили правила сбора грибов и березового сока. Так пестрят заголовки СМИ уже больше недели. В РФ начали действовать два приказа Минприроды. О правилах сбора березового сока, ягод и грибов сообщают СМИ. Для сбора березового сока необходимо арендовать участок леса. Собирать сок можно на участке зрелого леса, а начинать заготовку только в случае, если до плановой вырубки леса осталось не более 5 лет. Но это еще не весь пи***. Действуют также требования к размерам грибов, пишет российская газета. Допускаются собирать лисички, сыроежки, маслятые опята со шляпками более полтора сантиметра в диаметре. У груздей, рыжиков, олушек, белых грибов, подберезовиков и подосинников диаметр шляпки должен превышать два с половиной сантиметра. Единственное, что может порадовать из этой всей заварушки, так теперь строго запрещается сбор грибов с токсичными и наркотическими действиями. Это грозит уголовной ответственности. Я просто поплоп. Я когда готовился к выпуску и пытался как-то в своей голове переварить это варево, которое они для нас сварили, то натолкнулся на одну статейку, в которой все заебись, расписано и разжевано. Собственно, статейка с московского комсомольца. Миколок назвал глупостью новые жесткие правила сбора грибов. Это все равно, что защищать яблоки отдельно от яблоня. Новые приказы Минприроды, касающиеся сбора ягод, грибов и березового сока, вызвали в рядах любителей тихой охоты переполох. Конечно, сейчас все бабушки России ненавидят этих, собственно, летописцев. Правилами запрещено собирать лисички, опята, сыроежки, шампиньоны, тра-та-та-та-та. Все, о чем я уже читал, да? О том, почему грибникам не стоит раньше времени паниковать, рассказал миколог, собственно, кандидат биологических наук Михаил Вишневский. Собственно, что он пишет? На самом деле, господи, на самом деле, закон принят для того, чтобы отрегулировать сбор даров леса различными заготовителями, частниками типа индивидуальных предпринимателей и самозанятых, которые для коммерческих целей, господи, собирают грибы, объясняет Михаил Вишневский. Им нужно будет оформлять договор аренды на определенный участок леса. Все, что делается с точки зрения личной потребительской истории, этот закон никак не регулирует. Идите в любой лес, хочется задобавить, идите в любой лес и собирайте для собственного обеденного стола все, что хотите. Ну, вот так вот, собственно, миколог прокомментировал вот этот новый закон. Ну, собственно, от грибов мы переходим... Да, наверное, далеко от грибов мы все равно не уйдем. Я даже боюсь представить, чем вы накачиваетесь до эфира. Как бы Владимир Вольфович не хаял Запад и не выл на Луну, а на Байдена он все-таки посматривает. Ну, в смысле, сравнивает его возраст и занимаемую должность, питая амбиции к своему будущему в роли президента. Жириновский заявил, что будет выдвигаться президенты до 90 лет. А в 2024 мне будет 78, как Байдена. Он в 78 стал президентом, а я еще попытаюсь. Потом 30-й год, там уже мне 84 будет. Этот возраст, когда Байден закончит свой срок, все совпадает. И последний раз, 36-й год, мне будет 90 лет. Вот три кампании я готов выдержать. А мне вот интересно, а что будет делать Владимир Вольфович, когда станет президентом в 90 лет? Поможет хоть как-то переварить этот пи***ть? Только вставка с этим злым попугаем. Понравился выпуск? Ставь лайк, подписывайся, трескай в колокол, чтобы не пропускать новые выпуски. И до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин